Раскройте свиток стандартных примитивов и выберите цилиндр. В окне проекции Left слева создайте вместе одного из концов подвязки цилиндр. Это будущее крепление подвязки к стене. В очередной раз измените цвет объекта и давайте изменим параметры цилиндра. Число сегментов по высоте уменьшите до минимума, а инструментом Select and Scale давайте придадим цилиндру овальную форму. Конвертируйте его в редактируемый полигон и выберите полигон овальной формы. Далее используйте функцию BeVal, например, с такими параметрами, как на экране. Используя функцию Ring, выделите кольцо из ребер. Соедините их в функции Connect и инструментом Select and Scale немного увеличьте это кольцо. Тем самым мы добились более плавного перехода. Теперь выделите все полигоны сочетанием клавиш Ctrl-A и назначите им какую-либо общую группу сглаживания. Клавишей F3 включите режим отображения решетки, выберите полигон, который попал внутрь стены и удалите его. После чего скопируйте наш цилиндр на другой конец подвязки. Теперь выберите нашу штору, конвертируйте ее в редактируемый полигон. И в функции Attach присоедините подвязку и оба крепления к стене. Теперь, не снимая выделения со шторы, в панели инструментов щелкните по инструменту Mirror, зеркало, и сделайте копию по оси X нашей шторы. После чего копия и задайте такие же координаты по оси X, как и у первой шторы, только со знаком минус, так как наша сцена полностью симметричная. Теперь выберите наш карниз. Перейдите на подуровень элементов. Выберите кольца и скопируйте их на вторую штору. На виде Front уточните положение колец. Продолжение следует... Продолжение следует... Победа в компанию...